всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина лента ездила я туда сама получилось у меня снова на 15000 как обычно но практически 15000 вот я снимаю закупки продуктов тогда когда я туда езжу или заказываю то есть я не езжу специально и для того чтобы снять видео и тому подобное то есть я показываю все то что я действительно покупаю специально для съемок этого видео ничего не покупаю потом не выбрасываю и тому подобное в общем я думаю вы меня поняли не ездила да я долгое время в ленту как-то вот так получалось заходила в другие магазины но решила все-таки в этот раз съездить и получилось как всегда у меня не маленькая закупка чек как всегда в конце видео давайте покажу уже что купил вот такая достаточно большая закупка у меня получилось баночка моя все проверила устала бедная да ты устал мой солнышко скажи всем привет так давайте начнем отсюда здесь у меня как раз таким для животных всякие пакетики как всегда я покупаю котам собакам и в этот раз сейчас вот как раз своим девчонкам дам решила купить вот такие косточки пожелать вообще обычно я им покупаю обычные кости ну говяжьи настоящие в общем вы поняли да вот но что в последние разы когда мясной магазин заходила все нету нет им что-то погрызть хочется они меня тут ветки даже стали с улицы приносите дома грызть решила купить одну вот такую большую бонни а здесь был набор только с двумя штучками ну ладно одну джусь и в общем одну баночки ну и куча-куча-куча пакетиков все как обычно так яйца муж у меня просят покупать отборные потому что ему нравится что они большие никакие c21 но он говорит нет не надо они потому что они мелкие очень в общем он не верит в то что там молодые немолодые курочки вот и все остальное просто не отборно в общем купила отборные яйца дальше купила курица было по 120 но в чеке точно будет видно поскольку в помню 124 рубля или 129 за килограмм купила две штучки я их разделу а может и целиком запеку посмотрим также купила вот такую свиную корейку охлажденную по 289 рублей единственно что здесь вот ну прям кожа такая не знаю что нибудь я найду что не приготовить с косточкой косточку взяла целый кусок уж не стала там ничего просить нарезать сама сама все сделала так дальше это я тоже девчонкам своим купила вообще если вы в ленту ездите то лучше на развес вот эти субпродукты покупать потому что они в упаковках ну мне кажется не очень если бы я их ела сама я бы купила бы себе на развес потому что мне кажется посвежее я покупаю это для собак я кормлю их не только одними желудками и сердечками я еще им дает например буду разделывать курицу и там с грудки дам с ножки немножко то есть как чуть чуть но скажем так обрезков с курицы и добавляю допустим желудочки и вот у них полноценный ужин да супер в общем вы поняли фарш купила килограмм фарша домашнего по 402 рубля мне больше нравится который я вот в мясной лавке покупаю поэтому здесь просто взяла раз уж приехала так мужчина моим побаловать еще взяла набрала всяких пельмешек что-то у меня все запасы мои подзакончились давно не было вот эти хинкали 4 сыра они очень вкусные очень нам нравятся но их не было вот эти вареники с картошкой именно вот эти морозка они по мне так самые вкусные поэтому я их беру дальше обычные вот такие пельмешки и хинкали это муж у меня просил ему хинкали так и еще хочу сразу показать я сейчас просто это уберу морозилку тоже мне подтаивать начинает и дальше продолжим еще купила тесто морозка была на акции морозка неплохое тесто мне нравится но я сейчас только это заметила когда распаковывала я взяла не то тесто я хотела две упаковки дрожжевого и две упаковки без дрожжевого а я купила просто обычное дрожжевое тесто вот как я так сделала ну ладно она мне пригодится хотя я сама делаю тесто но это пригодится будет какой-то инзе у меня в морозилке да ну вот как-то так я взяла все она начинает подтаивать я сейчас уберу вот это в морозилку и дальше продолжим так всем морозилку убрала давайте дальше как обычно молокуши они мне очень нравятся вот эти сосиски вязанка вообще обалденно и взяла вот такую вот колбаску вареную яичники самое то также сыр вот этот сыр очень вкусный мазда вот этой марки банвида вообще вот эта марка это кстати лентовская марка я тут в интернете почитала не знаю насколько это правда или нет также взяла бекон мужу к яиченке и еще вот такой сыр но это тоже так поесть или на запеканочки всякие вот такой вот так дальше по молочке давайте взяла я вот такое молоко пескаревская она кстати хорошая вот это молоко просто неудобная упаковка скажем так но я взяла хочу блинчики на печь меня мои мужчины просят и взяла ему такое какао обычная сгущенка у меня есть и сметану взяла ну кто с чем будет у меня кстати дети больше любят со сметаной а муж со сгущенкой вот так масло сливочное вот такое но беру какой по акции есть до сметану сказала сливки тоже беру какие по акции вот были десятипроцентным беру либо 10 либо 20 процентов добавляю в приготовить но при приготовлении блюд каких-либо хотя муж иногда у меня и в кофе добавляет как-то покупала вот такой молочный коктейль вологодский только по моему ванильный он было лишь что такой очень вкусный прям обалденно вкусный молочный коктейль вот решила такой еще клубничный в ленте взять попробовать обычное молоко такое взяла для кофе здесь у меня вот такие йогурты тоже своим мужчинам разные вкусы взяла и прошлый раз я помню с персиком брала вот такую ряженку какая это вкуснятина девочки это очень вкусно мне так понравилось вообще я теперь с огромным удовольствием если где-то вижу то покупаем вот увиделась клубника взяла с клубникой в ленте дальше актуаль и взяли вот такие соки тоже как-то я покупала вот эти соки и вот такой такой они очень вкусные вот в таких вот они бутылочках вот такие вот очень понравились также у меня здесь соки школу и всякие вот эти сырки кстати хочу показать вот такие есть сырочки с твердым сыром вкус сладко-соленый очень мне понравился вот мне прям вообще обалденно сладко-соленый вкус поэтому я взяла очень тут у меня разные и вот эти вот тоже в общем вкусные всякие 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 вкусные сырочки вот дальше творожный сыр еще вот такие две упаковки что-то моим мужчинам тоже очень нравится взяла и здесь соусы кетчуп дальше сэндвич соус бургер сырный соус и сметанный майонез очень люблю сметанный майонез то есть если готовлю какой-то салат в которой необходимо майонез я предпочту сметаны потому что он более легкий хотя можно покупать обычный майонез смешивать со сметаной будет тоже самое дальше лепешки стандыра вот это вот обожаю ее прям очень вкусно и хлеб толстовый и здесь еще забыла показать миндаль упаковочку купила сушеный и еще соломка кстати из печенья это все что-то я ничего не стала брать а также увидела вот такую соль не знаю хорошая она или нет вообще впервые беру ароматная вот такая по составу она очень хорошая без всяких добавок непонятных ешек и тому подобное поэтому взяла попробую потом расскажу как мне понравилось или нет это взяла детям вот такие подушечки и вот такие еще палочки а также взяла смесь для выпечки причем дома кстати тоже очень вкусная смесь вот такую злаковую и вот этот бородинский от хлеб бурк он очень вкусный прямо обалденный моим мужчинам очень нравится поэтому часто пик общем взяла еще такую смесь ну и здесь у меня фрукты овощи яблоки вот такие голодарк очень кстати вкусные это крементины прямо такие огромные бананы веточку взяла и взяла уж очень мне захотелось это конечно не дешевая история сейчас у нас сейчас в ленте продается клубника по 800 что-то 40 рублей или что-то в этом духе я очень хотела ее вначале взять а потом подумала вдруг она будет невкусная кислое кто-нибудь из вас покупал феврале клубнику напишите как она сладкая кислая может быть стоило немножко взять потому что что-то мне очень захотелось мы вот эти вот это тоже вкусно конечно же подсела я на это авокадо именно вот это has она очень вкусная есть еще на развес но вот на такую упаковку акция и получается дешевле чем если на развес купить поэтому я и купила также обожаю и ричи очень невкусные а вообще это считается китайский крыжовник ну что-то похоже на крыжовник только внутри косточка мне очень нравится с удовольствием зимой они в основном у нас продаются поэтому с удовольствием зимой себе покупаю так взяла немножко зелени кинза укроп кстати люблю вот этот вот салат потому что он хрустящий называется он называется у нас не значит не вижу релиз до салатик очень вкусно помидоры обычные но помидоры сейчас все безвкусные я бы так сказала огурцы тоже здесь у меня и взяла баклажаны по 279 рублей в принципе для зимы недорого часто я очень видела зимой баклажаны вообще по 600 рублей за килограмм 2 баклажанчика хочу лодочки сделать мужу как раз четыре штучки будет супер так тебя я не покупала ты тоже мои покупки грязь уже на столе ты тоже у меня купился вот самая главная покупка девочки вот такая так и здесь у меня картошка красная по 39 мы считаете по 40 рублей и кто-то на лук сел лук лук обычный я эконом покупаю хороший вот такой вот по 42 рубля за килограмм а еще забыла у нас вот лимонад был вот такой мандарин черноголовка вот так что все купила все правильно все правильно ничего не забыла забыла наполнитель тебе забыла я купить наполнитель забыла ну ладно закажу в пиджопе я ему сухой корень заказываю в пиджопе это кстати кто не знает это мой кун леофан леофан сын моего старшего ой сын кот моего старшего сына Такой вот чудик у нас. В общем, вот такая вот у меня получилась закупка. И давайте я вам покажу чек. Вот так вот вкусно, да? Боночка, тебе вкусно? Скажи, очень вкусно, хозяйка. Она у меня любит вот такие. Ну, она вообще любит что-нибудь погрызть. Да, босенька. Вон там Джуси. Джуси мне очень нравятся такие косточки. Больше Бонни. Вкусно, скажи. Очень вкусно. Мама давно не покупала. Мама. 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 Мама.